Собственно, видео будет в следующем внутренний интерфейс и так далее. Здесь я просто расскажу коротко о внешнем виде этого девайса. Значит, фронтальная камера. Здесь стоит специальный индикатор. Вот можете видеть, как он индицирует то, что у нас разряжен аккумулятор. Здесь стоит датчик света. Клавиши сенсорные. Сверху кнопка включения-выключения. 3,5 мм разъем. Регулировка громкости. Micro USB разъем. Микрофон здесь. Пожалуй, тут все. Сзади у нас динамик. Несколько маленьких точечек. Не знаю для чего. Возможно, какой-то из них микрофон. Камера двойная вспышка. Ну, собственно, динамик. Материалы корпуса. Это пластик. Это металл. Это тоже пластик. Разные цвета. Вот, собственно, как он выглядит у меня в руке. Вот такой вот. Не скажу, что лопата. Ну, я сейчас вот вам покажу вместе с Galaxy еще. Galaxy S. Не, пока все нормально. Значит, вот у нас Galaxy S. Вот. Я поэтому и показываю. Вот у нас экранчик. Значит, Galaxy S. Здесь, насколько я понимаю, должна быть установлена максимальная яркость. Нет, не максимальная. Вот вам максимальная яркость. Вот теперь и там, и там. Так, здесь мы вызываем менюшку. Яркость. Ну, вот вам два экрана. Что я могу сказать? Здесь, соответственно, как и всегда, насыщенность цветов гораздо больше. Ну, как-то не знаю даже вам, что сказать. Вроде красиво, но вы понимаете, тут у нас такая ситуация получается, что в меню, ну, или вообще там, где черный цвет, черный цвет гораздо лучше, естественно, на... Вот вы можете видеть. Вот посмотрите. Черный цвет, как здесь, отображается и здесь. Ну, это уже, конечно, кому что интересно. Просто внешний вид, вот примерно такие вот у него размеры. Закрываем. Мой супертелефон. Вот. Ну, вот такой вот у нас HTC Sensation получился. На солнце. Ну, неплохо смотрится на солнце. Интересно, девайс хорошо лежит в руке. У него немножко скошенные края. То есть вот здесь вот небольшой, как можете видеть, такой вот скос идет. И вот здесь вот немножко. Ну, возле уха классно его, конечно, держать. Отпечатки пальцев. Ну, остаются, но не так сильно, как, например, на Galaxy. Ну, на Galaxy тоже, кстати, не так хорошо видно. Тут ультра-черный экран. Тут, видите, какой-то такой сероватый. Ну, какой есть. Какой есть. Еще раз, внешний вид очень коротко и на близком расстоянии, как он выглядит. Значит, еще раз, пластик, металл, пластик. Между прочим, он раскрывается. Если подождет секундочку, раскрою. Значит, чтобы раскрыть, здесь вот надо нажать на эту кнопочку. И вот так вот у нас раскрывается весь корпус. Вот, видите, отдельные части все. Очень много как-то частей. Даже не совсем понятно и не совсем прикольно, что так много частей у него получается. Каких-то отдельных. Вот. Сим-карта, карта памяти. Здесь аккумулятор стоит. Вот так вот он выглядит. Ну, кстати, не очень как-то мне нравится, что вот он так раскрывается и становится полностью голым. Может быть, я что-то не то сделал, но по-другому он не раскрывается. Это не очень хорошо не с функциональной точки зрения, а в том плане, что слишком много деталей очень плохо. Вот. Ну, собственно, как закрывается, сейчас поставим и закрывается он таким же образом. То есть вот так. Люфта никакого нету, идеально собран. Ничего вообще не скрипит никак. Так что, короче, смотрим следующее видео. Внешний вид вот такой вот можно сравнить с другими. Вот такой вот икония. Вот так вот. Вот он. Incredible. Incredible S. Здесь есть еще такие Acer. Вот. Ну, собственно. Так выглядит интерфейс. Чем-то похож на HTC Flyer, который вот он. Ну, тоже такое трехмерное меню. Значит, здесь есть настройки. О телефоне. Вот здесь можно посмотреть, что это HTC Sensation, Z710, IMEI, ну и так далее, и так далее. Значит, еще что. Техническая информация небольшая. 4,3 дюйма QHD Resolution. 1,2 Гигагерца. 168 Мегабайт памяти. Bluetooth и так далее, и так далее. Телефон довольно-таки легкий. Ну, правда, экранчик я бы не сказал бы, что хороший. Вот сами можете видеть, углы обзора не лучшие. Что касается разрешения QHD, то, ну, так, в себе. По интерфейсу не скажу, что очень заметно. Дальше. Менюшка. Смотрим. Ничего практически нет. И загружены приложения. Сверху у нас строка уведомлений. Видимо, что-то уже кто-то пытался настроить. Вот еще есть такая менюшка, где можно включить быстро GPS, Bluetooth. И зайти, собственно, в настройки. Вот такие вот здесь настройки. Экран. Яркости. Отключение. Ну, собственно, особо ничего нового здесь нет. Дальше. Выходим. Ну, вот они, собственно, приложения. Практически все переключаются они как-то так шагово. Значит, и с приложениями. В общем-то, все стандартно. Идет здесь, не скажу, что что-то новое. Так, давайте залезем в камеру. Вот она у нас камера. Значит, вот такая вот камера. Менюшка. Что там есть? 8 Мегапикселей. Широкоформатное переключение. Ну, обычная, в общем-то, камера. И ничего здесь такого нет интересного. Переключение фото-видео. Это фронтальная камера. Это переключение в видеорежим. Здесь у нас вот разрешение. Значит, Full HD поддерживается. HD 1280. Ну, и так далее. В минус идет. А что еще интересного? Различные эффекты, как и в предыдущих моделях были. Дальше. Диспетчер задач. Видимо, док-станция будет подключаться. Журнал вызовов. Загрузки. Интернет. Ну, здесь интернета нет. Карты. Так, музыкальный плеер. Мы сейчас запустим музыкальный плеер. Сейчас мы дальше посмотрим, что-нибудь есть там. Но громкость не очень хорошая. Плохо слышно. Так, настройки. Здесь есть и по лайзерам, я смотрю. Значит, без эффектов. Это улучшение SRS. И включение. Но, видимо, не включается, потому что наушники подсоединены. Да, видимо, наушники нужны. Что еще? Сведения. О музыке. Так. Дальше. Давайте посмотрим, что еще есть. Фонарик, часы, сообщения. Так. Не очень удобно. Как-то сделали не очень удобно. Вот кнопочка создать сообщение находится вверху. Учитывая размеры большие. Клавиатура. Только ради того, чтобы руководители своей территории не могли закреплено моменту времени, а по любой. Ну, в общем, вот тоже все понятно. Выходим. Так. Что у нас еще тут интересного есть? Вынос дополнительных значков. Сюжеты, обложки, экран блокировки. А прямо, чтобы донести информацию на руководитель. Так. Ну, еще, в общем-то, можно внешний вид показать внимательно. Значит, здесь у нас датчик приближения, опять же. Вот так вот он выглядит. Опять из каких-то лоскутов создан. Это пластик, это металл, это опять пластик. Что-то типа софтача очень такого мягкого. Ну, да, металлическая основа. Так. Ну, такой выход. Единственное, опять же, скажу по поводу экранчика. Качество у него, конечно, не самое лучшее. Сравнивать со суперамулетами. Углы обзора маленькие. Углы обзора маленькие. Сейчас мы попробуем в настройки зайти. Настройки экрана, яркость. Ну, вот мы его так сделаем. Ну, слишком сильно видна засветка. То есть у нас яркость посвятка большая. И видно серый фон вместо черного фона. Здесь вот есть Sensation и Adovament Entreadable. Вот, собственно, два экранчика. Настройки, яркость дисплея. Вот так они выглядят. Между прочим, здесь насыщенность немножко побольше. Получше. Может быть, из-за того, что разные картинки здесь установлены. Но картинка тут мне больше нравится. Несмотря на то, что здесь 800 на 480. Здесь у нас QHD разрешение. Как-то так не совсем интересно даже. Дальше. А здесь вот больше. Фоновый рисунок. Фоновый рисунок HTC. Мы поставим вот этот стандартный. Применим вот. Теперь у нас... Ну, вот видите, как перелистывается. Обратите внимание, что насыщенность цветов здесь гораздо лучше, чем здесь. Здесь цвета такие чуть более глёплые. Здесь такие яркие, насыщенные, контрастные. Опять же, разрешение разное. Трёхмерное меню. Ну, не знаю, зачем оно было сделано. Но, тем не менее, здесь тоже довольно-таки приятно переключается. Ну, выход в меню. Что вам ещё показать? Не знаю, что такое оптимум. Ну, вот какие-то тут есть параметры. Дальше. Видео, не знаю, что это такое. Понятно. Видеокурс. Как-то не очень удобно реализована здесь менюшка. Наверное, можно будет по-другому перестроить. С листочком. Либо на, опять же, сетках. Так. Давайте найдём что-нибудь интересное. В Watch, например. Видеозаписи здесь нет. Так. Ну, это персонализация. Это я вам уже показывал. Дальше. Давайте я вам покажу вместе с флайером. Вот у нас вот флайер есть. Тут тоже присутствует такое огромное меню. Не туда полез. Фоновый рисунок. Фоновый рисунок HTC. И мы сейчас поставим стандартную. Вот, смотрите. Тоже. Разница настройки. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут пока надо ориентироваться. Яркость экрана. Делаем её на всю. Ну, вот, собственно, два экранчика. Флайер HTC Sensation. Ну, вот так они примерно выглядят. К флайеру мы чуть позже вернёмся. Ну, размеры примерно вы видели. Видимо, снимается батарейка и аккумулятор здесь снизу. Не будем сейчас это разбирать. Ну, а пока, наверное, вот так. Цельчатia puro fine. Доongs. До свидания. 好好. До свидания. До свидания. Продолжение следует...